МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получают чистое молоко, ходят за грибами, ягодами и даже выращивают радужную форель. Расскажет Олеся Рыбалка. Этот коровник построили на средство так называемой Чернобыльской программы. Государство выделило 900 тысяч рублей местному хозяйству Воронино. Светлый, просторный он стал второй очередью современного молочно-товарного комплекса в агрогородке Смолица. Пока надои не самые высокие – 4400 литров с коровы в год. Но уже в этом году планируют приблизиться к пяти. Работать здесь умеют, да и рабочим местом дорожат. Работай, получай. Не будешь работать, не будешь получать. Теперь так. А просто так и за красивые глаза никому еще не платили. Возглавляет хозяйство Анатолий Тумаков. Руководитель с большим стажем начинал в колхозе Победа с соседем Трелесина. Вспоминает, 26 апреля, 86-го, был самый разгар посевного. Помню, как сейчас, когда это случилось, как нам объявили, это было в Боуках. Как мы там работали, как это привкус. Ну, выскакли с того болота туда, ближе к Славгороду. Ну, просто кровь с носа шла. Ну, остались, климатизировались, переехали в более чистейшее, в Смолицу. Работа по восстановлению не только молочной отрасли, но и остальных сфер жизнедеятельности на пострадавших территориях Могилевской области продолжается. Благодаря государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС за 31 год сделано много. Вот только за прошлый год в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета, это ни много ни мало, в прошлом году было около 330 миллиардов рублей до деноминации, было сдано в эксплуатацию 19 объектов сельского хозяйства. Из крупных объектов в этом году продолжится строительство свинокомплекса в Славгородском районе на 24 тысячи голов. Будут газифицированы агрогородок Нереш и деревня Холстого Быховского района. Новые дороги появятся в Черикове, Краснополии и Быхове. И это далеко не все планы, но самое главное – люди, которые теперь после учебы стали возвращаться домой. В 2016 году, в частности, в Быховский район было направлено и распределено порядка 177 молодых специалистов. Это говорит о том, что если по началу Чернобыльской аварии сюда вообще никто не хотел возвращаться, то сегодня это, скажем так, положительный эффект, и из них порядка 70% – это местные жители. Достойную жизнь обеспечивают производство. В деревне Косичи Быховского района, к примеру, работает до этого нетрадиционное для Беларуси форелевое хозяйство. Это аэрлифт. Здесь аэрлифт для того, чтобы создавать круговое течение по всему бассейну. Для радужной форели создают течение, комфортную температуру воды, насыщение ее кислородом и режим питания. Чтобы вырастить эту привередливую хищницу, нужны идеальные условия. В течение дня форель здесь получает корм 13 раз, начиная с 6 утра и до 10 вечера. Наука, да и опыт показали, что именно такая периодичность наиболее оптимальна для лучших привесов. Все регулирует автоматика. Если что, пропустить форс-мажор главный рыбовод не сможет, даже находясь дома. Тут же о сбое сообщит СМС. 16 видеокамер также в помощь. В прошлом году здесь вырастили 140 тонн форели. В этом планируют более 200. Главное, удается снижать себестоимость. К примеру, начали работать напрямую с продавцами кормов для рыб. Отечественное пока не производится, закупают в Германии и Голландии. Порядка 30% произошло снижение стоимости кормов, что позволило выйти на нормальную себестоимость и продавать нормальную рыбу. В торговую сеть хозяйство отпускает кило живой рыбы по 8 рублей 80 копеек. Потребителю идет также форель и охлажденная. Работает цех переработки. Занялись и копчением. Этот балык отправится в столицу. Следующая партия может оказаться в любом регионе Беларуси, а еще в соседней России. Продукцию, изготовленную по адресу Быковский район деревни Косичи, там любят и ждут.